На церемонии торжественного запуска присутствовали полномочный представитель президента в Южном Федеральном округе Владимир Устинов, заместитель министра промышленности России Виктор Евтухов и губернатор края Вениамин Кондратьев. Первый камень в основании новой очереди завода заложили всего два года назад и уже сегодня здесь готовы к производству. Мощности предприятия такие, что продукция метизного цеха способна закрыть большую часть потребностей юга страны в проволоке. Уверен, что работа нового цеха, оснащенного современными технологиями, значительно увеличит объем выпуска продукции, повысит его качество, позволит создать дополнительные рабочие места. На новом производстве будут обеспечены достойные условия труда и высокая заработная плата его работников. В целом, все это, безусловно, укрепит экономику Кубани. Должен отметить, что в последнее время Краснодарский край динамично развивается, растет промышленное и сельскохозяйственное производство, денежные доходы населения, строятся новые производственные и социальные объекты. Сегодняшнее событие наглядный тому пример. Главное, что сегодня мы делаем, мы на самом деле продукцией метизного цеха снимем большую часть потребности в проволоке на юге России. Мы вытесним с нашего рынка зарубежные аналоги. Это принципиально важно. Можно говорить, а можно делать. И сегодня перед нами реальный результат дел. Людей, которые не говорят, а делают. Да, на непростую где-то, может быть, экономическую ситуацию. Да, это риск вкладывать собственные инвестиции и надеяться на то, что они не то, что прибыль будет, а вернуться или окупятся. Два года назад на этом месте мы закладывали камень. А сегодня открываем высокотехнологичное производство, равного которому еще нет в России. Это флагман промышленности нашего края. И каждый из нас здесь, это часть этой большой экономики, развивающейся экономики нашего края. Вы маленькая часть большой экономики. Владимиру Устинову и Вениамину Кондратьеву показали, как происходит производство на заводе. Кроме метизного цеха, небольшая экскурсия по стали плавильному. Абинский электрометаллургический завод, один из ведущих не только в России, но и в мире, на предприятии сейчас работают больше 3,5 тысяч человек.